Таджикские экологи бьют тревогу, Китай методично переносит свои вредные предприятия в Таджикистан. Так, за последние годы, под предлогом инвестиций и построения новых заводов различного профиля, Китаю удалось перенести на территорию Таджикистана ряд производств, загрязняющих окружающую среду. Например, в прошлом году объем производства цемента в стране достиг своего пика и составил более 2 миллионов тонн, Причем основными производителями цемента являются такие китайские предприятия, как СП Хуаксин Гаюр Цемент, Чунг Цай Махир Цемент и т.д. Причем китайские инвесторы не останавливаются на достигнутом, и уже сегодня в Таджикистане строятся новые и новые предприятия, открытие которых произойдет в этом году. Ожидается, что при сохранении данной тенденции в ближайшие годы в стране появится еще несколько аналогичных китайских предприятий, производящих в окружающую среду вредные выбросы. Кому-то может показаться, что постройка новых заводов в Таджикистане является поддержкой для экономики Таджикистана и возможностью создать дополнительно рабочие места. Однако экологи предостерегают, строительство подобных заводов представляет серьезнейшую угрозу для экологии Таджикистана. В интервью информационному агентству Азия Плюс независимый эколог на условиях анонимности сообщил следующее. Китай в связи с серьезными экологическими проблемами за последние годы активно выводит за пределы своей территории главных загрязнителей воздуха, в частности цементные заводы. По статистике, в более 90% китайских городов превышены нормы содержания вредных веществ в воздухе. В связи с этим китайских предпринимателей вынудили искать страны с подходящими условиями для развертывания своего бизнеса. Для производителей цемента такой удобной страной оказался Таджикистан, где имеются большие потребности в этом стройматериале. Помимо этого, Таджикистан располагает дешевой рабочей силой, что тоже на руку китайским инвесторам. О губительных последствиях размещения китайского цементного бизнеса в Таджикистане, по всей видимости, никто особо не утруждает себя думать. С сожалению, резюмирует эксперт. Аналогичного мнения придерживается и австралийский аналитик Дирк Вандерклей, опубликовавший в прошлом году свою статью под названием «Китай переносит грязное производство цемента в Таджикистан». Эксперт по Китаю проанализировал ситуацию, сделав вывод об угрозе, исходящей для Таджикистана со стороны китайских цементных производственных мощностей. По мере того, как прибыль китайских цементных предприятий в самом Китае сокращается на фоне увеличения расходов из-за внедренных жестких экологических норм, они ищут выгодные места за рубежом для развертывания собственного производства. В этом контексте Таджикистан отвечает подобным требованиям ряда китайских инвесторов. Китайские компании в Таджикистане претерпевают меньше враждебности, чем в других странах Центральной Азии. За последние три года, благодаря китайским инвестициям, производство на таджикистских цементных предприятиях увеличилось в пять раз. В то же время, после окончания строительного бума, Таджикистан рискует столкнуться с экологическими проблемами, поскольку производство цемента является одним из наиболее загрязняющих окружающую среду, отраслей промышленности в мире и основным источником углекислого газа и смога. Примечательно, что при открытии большинства предприятий президент Рахмон присутствовал лично, преподнося это как успехи властей в развитии экономики Таджикистана. Все это лишь в очередной раз демонстрирует безразличие и пренебрежение Рахмона в отношении народа страны, который он уже ранее обрек на постоянную трудовую миграцию, от которого защитился российскими военными базами и религию которого методично выдавливает из общественной жизни. Теперь же, как выясняется, Рахмон решил превратить Таджикистан в мусорную свалку для соседнего Китая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова